Говорит далее Имам Аль-Заиби, Рахима Аллаху Та'ала, Аль-Кабират Уссати, Сату Аль-Хамсон, 56-й большой грех книги, Мангайяра, Манара Аль-Ар, тот, который изменил границы земли. Замена границ земли является чем? Является большим грехом. Здесь необходимо отметить то, что под этим понятием ученые подразумевают три понятия. Первое, это изменение границ земли, в том смысле, что если, допустим, у человека есть сосед, и между ними есть ограничительная черта, то есть между их двумя участками. И приходит человек, допустим, ночью или незаметно, когда сосед отсутствует, и меняет эту ограничительную черту, то есть подвигает ее так, что его участок становится, допустим, на полметра или на метр больше, чем у соседа. Это является чем? Большим грехом подпадает под те контексты, которые у нас здесь, иншаллах, придут. Это первое понимание того, что значит заменить границы земли. Второе, под этим понимается изменение запретной территории, Мекки или Медины, если люди, кто-либо из людей намеренно увеличивает эту территорию или намеренно ее уменьшает. И третье, что поднимается под этим понятием, это замена различных знаков, которые установлены на дороге. То есть, допустим, если на дороге установлен знак, например, направо такой-то город столько-то километров, налево такой-то город столько-то километров и тому подобное. Человек приходит и изменяет этот знак. Вместо права указывает его налево. Так что человек, который хочет доехать до этого города, вместо того, чтобы отправиться в правую сторону, отправляется куда? В левую сторону. И едет большое количество километров, может быть 100, может быть 200, может быть 300 километров, думая, что он едет в этом направлении, да и до этого город. А на самом деле этот город остался совершенно в другой стороне. Это также является чем? Это является большим грехом. Более того, подпадает под проклятие Всевышнего Аллаха, как у нас далее, придет. Говорит в прошлом хадисе Али ибн Абиталеба, который мы приводили ранее. В этом хадисе указывается, что это действие находится под проклятием Всевышнего Аллаха. И как мы говорили, хадис этот является достоверным. Говорит далее имам Аз-Зааби. Передает Амр ибн Абим Абим Амр от Икрема, от Ибн Аббаса, о том, что он сказал. Сказал посланник Аллаха, проклял Аллах того, кто поменял границы земли. Как раз то, о чем идет речь в нашей этой главе. Проклял Аллах того, кто сбил слепого человека с дороги. То есть, допустим, идет слепой человек, не видит дорогу и спрашивает у тебя дорогу. И ты, специально издеваясь над ним, показываешь ему противоположную дорогу, например. Или что сбиваешь его с пути, поворачиваешь его в другую сторону и тому подобное. Понимая, что он является беспомощным человеком и полностью полагается на тебя, и верит тебе, думает, что ты показываешь ему дорогу правильным образом. Это также является чем? Является подпадающим под проклятие Всевышнего Аллаха. Говорит и так же проклял Аллах того, кто опорочил своих родителей. То есть, имеется ввиду, обругал их. И говорит, проклял Аллах того, кто совершал действия народа Луда. То есть, имеется ввиду, занимался гамосексуализмом. Что касается этого хадиса, то он является достоверным. Как уже сказано, приходится слов Ибн Аббаса. И шейх Аллахбани приводит этот хадис в своей книге Ас-Силсиля Ас-Сахиха под номером 3462. Говорит далее имам Аз-Загаби. Передает этот хадис также Абдул-Азиз Абдар-Аварди от Амра ибн Абби Амра. Это уже второй яснат, другой яснат этого сообщения. И добавляет в этот хадис. Проклял Аллах того, кто совершил половой акт с животным. Что касается вот этого последнего хадиса, последнего этого ясната, то в нем Амр ибн Абби Амр, который был вольно отпущенник Аль-Мутталиба ибн Абдилля ибн Хантаба. Он является саддух правдивым передатчиком, но в его риваятах от Икрима есть монакир, то есть отвергаемые хадисы. И этот хадис также был отвергнут в его сторону. Нам этот хадис разбирался нами или разбирается нами в книге Булёв-Адмарам под номером 1214. Придет у нас иншала по книге далее. И этот хадис и не является достоверным Аллавалем. Значит, что мы поняли при изучении этого большого греха? То, что является запретным изменением границ земли. И сказали то, что под это подпадает сразу три понятия. Изменение границ различных участков, также изменение границ запретной территории Мекки и Медины, и также изменение различных знаков, которые установлены на дороге. Все это является запретным. И, брат, сюда тоже самое подпадают другие виды изменения, допустим, границ и так далее. Это когда человек, допустим, выпускает какую-либо ложную информацию в интернет и так далее. То есть о том, как добраться до такого-то места, до такого-то города. Все это подпадает под этот хадис. Также, если, допустим, тебя по дороге спрашивают, где находится такое-то место, как дойти до туда-то, и ты показываешь, допустим, противоположное направление, зная об этом. Это является запретным. Более того, если ты не знаешь точно, как дойти до этого места, то не показывай, скажи, я не знаю. Или предупреди человека о том, что я точно не уверен. То есть, возможно, это там, или, возможно, там я точно не уверен, но кажется там и тому подобное. То есть, не указывай человеку так, что ты об этом точно знаешь, а на самом деле этого не знаешь. Или указываешь вообще в другую сторону. Все это является запретным. Так, давайте здесь сегодня на этом остановимся. Время у нас сегодня подошло. И остальные большие грехи, Миша Аллах, будем разбирать на следующих уроках. Субханахаллаху ма б и хамдик. Ашадула ла и ла и ла и ла и ла айнта. Астагфарулаху агатулы.